Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают так скажем не очень ну какая разница ну они понятно что отношение к сбору к этому не только у них да и у меня тоже то есть говорили позавчера что там теории стало значительно меньше по сравнению когда готовишься к официальным к официальному матчу ну и отношения никто же есть на более менее более расслаблены так называем по сравнению опять же когда идет подготовка к матчу но это нормально психологически более расслабленного во всем но это и нормально и хорошо то что провели проводим так скажем нормальные тренировки ну нормальные в обычном цикле так скажем это первый раз да потому что когда идут официальные матчи там два за два за три дня до игры собираешься понятно Больше восстановления и игра. Тренировок нет практически. Аршавин сказал, что тренировались неделю с забором. Не вижу смысла в этом. Лучше бы игроки были в клубах. Аршавин так считает. Ради бога. Пускай так считает. Лучше бы футболисты были в клубах. Зачем? За то, чтобы отдыхать четыре дня, как все команды дали по четыре дня выходных. Минимум по четыре, а то и больше. Риск травм? Поэтому мы тренируемся более-менее спокойно, чтобы не было травм. Тогда вообще можно, пускай футбол не играет, если травм 100% риск будет. В кровати лежишь, лучше не вставать тогда. Риск травм будет. В продолжении этих травм, будет ли какая-то более облегченная игра, то есть больше такой, так сказать, показательный матч, чтобы играть теми и друг другу, и меньше жестких стыков, какие-то такие установки будут у вас, например? Не, ну понятно. И мы, и молодежная сборная, понятно, что уже говорили, что не надо там никаких заруб, так скажем, никаких там катиться здесь. Ни за что мы не играем, больше получили нагрузку и посмотреть на всех. Поэтому понятно, что хочется, чтобы не было никаких, особенно травм. Поэтому и нагрузка также будет распределена, слава богу, у нас 20 футболистов есть, полевых. Надеемся, сыграют по тайму все. Вратарей трое, кто не сыграет уже здесь? К Виталичу. При общении с футболистами, может быть, видели ли кого-то, может быть, группа, может быть, одного, кто сильно не всех переживает, потому что у нас нет в таком матчах? Или все, в принципе, уже приняли ситуацию, отошли? Ну да, уже, ну, мне так кажется, что уже, да, уже все это пережили, так скажем, уже поплакали, там, не знаю, порастраивались, сейчас уже все в нормальном состоянии. Кого вам интереснее всего обратить внимание из «Молодежных план?» Кого вам хочется посмотреть и увидеть? Ну, не знаю, всех. Ну, кого-то конкретного одного, давайте так, ну, мы и так их видим. В смысле, здесь мы что-то новое увидим, то, что мы не видели в чемпионате, в тренировочном процессе. Для этого у нас есть общение с тренером, в молодежной сборной. А в играх, я думаю, что и в чемпионате России тоже видно все то же самое, что, возможно, завтра будет. Вчера Александр Медведев, гендиректор ЗМИ, рассказал про то, что правильное решение ФС о том, чтобы решать сейчас, не расширять и не обводить мараторин на невылет, так как это нарушит спортивный принцип. Как вы считаете, сейчас спортивный принцип не нарушен, получается? Ну, я уже говорил, что спортивный принцип уже нарушен. Так что, и чего еще тут нарушать надо, если уезжают 8 футболистов у Краснодара, по-моему, да? Все 8, по-моему, уехали. Или 9, даже у Ростова 6, по-моему. Как вы думаете, случайность, что из Ростова, из Краснодара уехали? Нет. Почему уехали? Аропорта. И? И что еще? Ну, вот мы видим, говорит, что просто кто-то хорошо работает, кто-то плохо. Менеджеры, да? Окей, ну, давайте так, по поводу нарушения спортивного принципа. То, что Краснодар и Ростов надо ездить каждые две недели на поезде, я уже это прочувствовал. А кому-то летать можно. Уже даже в этом. Тупо в этом уже нарушено. Я уже не говорю про то, что уехали. У кого-то уехали, у кого-то не уехали. Менеджмент здесь ни при чем. Давайте представим себе, что Зенит борется за первое место. Ну, как это сейчас происходит. И вот эти все действия происходят ближе к Санкт-Петербургу. Граница там тоже недалеко. И аэропорт закрывают там. И их иностранцы, скорее всего, да? Скорее всего, уезжают. Тогда бы что они говорят? И Динамо с ЦСКА в трех очках от них. Тогда бы что Александр Иванович говорил? Нарушен спортивный принцип? Ну, вы мне как думаете? Думаю, да. Ну, вот и все. Просто каждый смотрит только свое. Свои интересы, да. Если бы иностранцы зенитовские нашли себе команды. Где-то там хотя бы за половину зарплату, которую им платит Зенит, они в 100% все уехали. Но позиция такая, что если вести сейчас этот мораторий и расширить лигу, то это еще больше нарушение спортивного принципа? Да уже нет, еще больше не бывает. Либо нарушен, либо не нарушен. Что значит еще больше? Ну, Дюков говорит, если нарушен, значит, надо завершать сезон досрочно. Ну, если он нарушен, давайте завершать сезон. Но есть какие-то там, опять же, для болельщиков, для спонсоров. То есть это все все равно проходит. Надо проводить все. Ну, окей. Давайте проводим в таком формате. В чем проблема? Было бы интересно тренировать Ростов, у которого 8 матчей вы ничего не значили и ни на что не влияли? Интересно. Мы такая же, как и сейчас. Я вам уже говорил в тот раз. Спартак с Краснодаром играли недавно игру, да, между собой? Ну, если честно, откровенно, ни тот, ни другой клуб ни на что не претендует. Или претендует? Краснодар может как-то зацепиться за тройку. И что это дает? Бронзовую медаль. Какую медаль? И что она дает, бронзовую медаль? Википедия будет строчка. Здорово. Вот за Википедию, значит, Краснодар и борется, да? Да никто ни за что не борется уже в эти клубы. Если первое место есть, либо если вылет, все. И матч был плохой? Хорош. Великолепный. За что они боролись? Ни за что. Хороший же матч был. Не надо его проводить? Ну, вы уверены, что не будет того, что был Стамбов, который просто заявлено валял дурака? Там были сомнительные футболисты, которые потом вызывали ФС на оборудовании. Что значит валял дурака, а Тамбов валял дурака? Тамбов вообще спасали все. Насколько я помню. И те футболисты, которые там были, они не валяли дурака, которые выходили на поле. Там был скандал с представлением, а ну, с ставки, представлением действия. Ну, это может случиться и не Стамбовом, это может случиться и в Спартаке. Как вариант. Может? Вот. В любом клубе это может произойти. И происходило. Вы в прошлый раз сказали, что не знаете, когда сборная в следующий раз соберется. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось за два дня. Ну, когда это понимание будет? Потому что надо же как-то понимать. Не знаю. Без понятия. Джики и Сафонов верят, что летом мы уже сыграем. Вы тоже верите? Ну, что мы вернемся официально. Я уже говорил по этому поводу. Я надеюсь на это. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.